Во время одной из рабочих поездок в Новочебоксарск глава республики Михаил Игнатьев обратил внимание, что теплотрасса, проходящая по территории общежития политехнического техникума, не изолирована. Это нарушение технологических норм, которые ведет за собой потери тепла и лишние начисления в квитанциях за услуги ЖКХ. Люди правильно возмущаются, потому что мы начисления делаем на жителей многоквартирных домов, а эти потери-то кем-то должны возмещаться. Но неужели не хватает сил и немножко средств для того, чтобы закутать, залатать культурно, аккуратно? Это же экономия тепла и никаких потерь не будет. Вот это бесхозяйственность. Разберемся, кому принадлежат эти трубы. Кто виновник такой бесхозяйственности, выяснить на месте не удалось. Вопрос о принадлежности теплотрассы глава Чувашии поднял еще раз на еженедельном совещании. За неделю после обнаружения этого факта никаких мер не было принято. Принадлежат ОООО коммунальной сети города Новочебоксарска и по договору аренды эксплуатируются ОООО коммунальной технологии. До сих пор не залатали, да? Пока нет на сегодняшний день. Вопрос на контроле. Какой на контроле? На улице мороз стоит. Еще, наверное, месяц почти вся такая погода будет. Всю зиму вот эти трубы голые были. Нам удалось связаться с начальником управления городского хозяйства администрации Новочебоксарской Верой Кузьминой. По ее словам, поврежденная изоляция на этом участке восстановлена, а в будущем он будет полностью реконструирован. В октябре 2015 года был выдан паспорт готовности к отопительному сезону, который говорит о том, что сети были надлежащим образом подготовлены к эксплуатации. Просто в зимний период у нас бывают такие моменты, когда изоляция расходится. В связи с тем, что погодные условия в этом году довольно-таки разные были. Поэтому сейчас весной они обойдут все участки, посмотрят. Ну а так этот участок, в принципе, планируется перереконструировать, провести реконструкцию, выданные тех условия технопарку «Интеграл» города Новочебоксарска на перенос данного участка.